Всегда позиция такая, перед отдыхом немного убрать. Мы просто ездим в те места, где ездят много людей. Я очень надеюсь, что очень скоро они все будут чистые, и люди будут осознанные. И то, что они привозят с собой, раз они смогли это привезти, то они смогут это и увезти. Но если мы говорим про мусор или оставшийся... Нам сейчас не сложно убрать, потому что отдыхать в красоте это своеобразное ощущение. Ты отдыхаешь в чистой природе. Не то, что она тебе благодарна, она в этот момент истечает такую энергию прекрасную, где ты, в принципе, заряжаешься энергией. Сидя в грязном, более таком месте, это своя специфика. А еще хотелось бы, может быть, предложить такую идею. Вот мы эту идею поняли, когда у нас появился вообще ребенок. Мы поняли, что вокруг есть тот мусор, который немножко как бы... Может быть, не то, чтобы опасен ребенку. Он, во-первых, неприятен родителям, неприятен ребенку. И хотелось бы, чтобы он как-то участвовал с нами. И мы решили так. Где гуляет наш ребенок, там чисто. И все места. На самом деле, кажется, что это долго. Парки, дорожки, места отдыха, все. Ребенок вместе с нами, с мешком. И очень интересно, что не надо ничего объяснять ребенку. Там, алкоголь, плохо или хорошо. Когда он понимает грязную бутылку и начинает ее выкидывать, он все понимает. Так, алкоголь, это не очень хорошо, да? То есть, поднимает бычок, куривая. То есть, он понимает, даже не сам процесс. Он видит итогов всего этого дела. То есть, человек неосознанно берет и бросает. Человек выкуривает сколько-то сигарет в день, сколько раз он бросает на землю. И там еще, он как бы ребенок не считает. Он видит, ему не надо еще это объяснять. В то же время, получается, через какое-то время, может быть через месяц. Ты идешь, ага, здесь чисто, ага, здесь чисто, здесь чисто. И ты понимаешь, ну вот это воспитание. Тут гулял, тут гулял с детьми и тут гулял с детьми. Воспитание детей повышалось своим образом в жизни. Получается, что вроде воспитываешь ребенка, а вроде и себя. То есть, тут такой прекрасный процесс. Спасибо, ребят.